Отлично, теперь запись точно идет. Господин слушателям, что нужно знать про обучение работе в Excel в Центре Специалист? Прежде всего, Центр Специалист очень давно обучает слушателей работе в программах Microsoft. У нас в принципе в основном в стране в качестве офисных приложений распространена версия программы Office, именно Microsoft Office, несмотря на обилие всевозможных офисных ракетов, OpenOffice и так далее. Даже не могу вспомнить другие названия. Вот это класс, таблицы вот эти всякие от Google, кстати, очень часто используются в работе. Ну вот Microsoft Office, это что называется стандартные продукты. Почему Microsoft Office настолько популярен? Ну, прежде всего, потому что по адекватной цене, да, за лицензию я имею в виду, он предлагает богатство, сумасшедшее богатство возможностей. То есть у нас в пакете Office и текстовый редактор, и программа для работы с презентациями, и электронные таблицы Excel. Вот, пожалуйста, да, и все это вместе соединено воедино, да, потому что приложение Office, это прежде всего приложение какие? Интегрированные программные обеспечения. Пакет Office интегрирован, программы могут обмениваться друг с дружкой своими объектами. Мы можем в приложении Word использовать таблицы Excel, мы можем в PowerPoint использовать графики из Excel и так далее и тому подобное. Ну, сейчас у нас речь идет именно об Excel и как у нас выглядит обучение в центре специалист, да, этой замечательной программе. Давайте выясним. Ну, в первую очередь, господа слушателей, да, я хотел бы обратить ваше внимание, что мы с вами изучаем Excel вот в эти вот нелегкие для страны годы в режиме вебинара. Да, вот у нас с вами сейчас проходит взаимодействие по вебинару, мы с вами, да, вступили в связь и, естественно, взаимодействие на курсах Excel с преподавателем тоже осуществляется дистанционно. Если вы уже у нас обучались на каких-то курсах, да, вот в этом году, вы об этом знаете. И, естественно, да, вот я надеюсь, что после того, как вот эта вся безобразная история с коронавирусной инфекцией закончится, она должна когда-нибудь закончиться, да, центр специалист вернется к прежнему режиму работы. И, естественно, центр специалист так-то вообще в нормальной ситуации предусматривает обучение и в аудиториях, и вот такое вот удаленное обучение слушателей в режиме вебинара, да. Да, мы не только на курсах офис, кстати, предлагаем обучение в режиме вебинара. Для обучения в режиме вебинара требуется в первую очередь определенный технический уровень пользователя. То есть вы должны, естественно, уметь работать в приложении, да, которое используется для связи с преподавателем, вот с GoToMeeting, и, естественно, для работы с, для изучения курсов требуется в обязательном порядке определенные технические средства, да, домашний компьютер. Естественно, то программное обеспечение, которое вы хотите изучать, крайне желательно, чтобы было установлено именно на вашей машине. Хотя, вообще говоря, даже вот в случае изучения офиса, я вам честно признаюсь, центр специалист может предложить вам услуги удаленного доступа. Ну, очень часто бывает, что человек изучает программу, а вот дома нету этого софта и взять неоткуда, да. Вот мы же в центре разные приложения предлагаем для изучения, да, вот разные у нас есть курсы, и не только по офису, но и вот, в частности, по Excel, да, есть возможность обеспечить такие вот занятия, чтобы пользователю был предоставлен удаленный доступ из дома к компьютерам центра. И тогда вы можете использовать последние версии, вот именно те версии, которые изучаются у нас с вами в курсе. Соответственно, для работы в вебинаре мы используем приложение GoToMeeting. Ну, вот мы сейчас все запустили GoToMeeting. В GoToMeeting можно друг на дружбу посмотреть, да, я включил камеру, всем привет. Если не хочется никому себя показывать, можно, естественно, камеру и выключить. В GoToMeeting мы с вами можем благополучно общаться, можем обмениваться текстовыми сообщениями. Давайте я поздороваюсь еще раз со слушателями. Ну, и, конечно, самое ценное, вебинар, который у нас с вами проходит, он записывается. То есть, если вы переживаете, да, что записываясь на курсы по работе, да, с офисным приложением преподавателя не будет рядом, преподаватель не будет рядом, и вы что-то пропустите, то, может быть, даже это вы зря переживаете. Во-первых, пользователям GoToMeeting представляется запись. После окончания курса в течение от 7 до 10 дней в личном кабинете на сайте центра, да, появятся соответствующие материалы, и вы можете отсмотреть все занятия еще раз. Некоторое время, достаточно продолжительное, эти записи у нас, естественно, в личном кабинете будут находиться. Эти записи занятий в личном кабинете у вас будут находиться и будут вам доступны. Ну, и, наконец, при использовании GoToMeeting преподаватель может даже на занятии или перерыв, да, чтобы не мешать, например, другим слушателям, которые занимаются параллельно с вами в группе, подключиться к вам, посмотреть, как у вас идут дела, и иметь возможность вас уже проконсультировать более, так сказать, нацеленно, да, более индивидуально. В общем, очень часто, да, вот слушатели, которые к нам приходят на курсы, да, вот они переживают, а как вот я буду в GoToMeeting работать? Ну, надо запустить вебинар, да, попробовать вот для этого, в частности, у нас сегодняшнее занятие. Что касается нашего с вами курса, то помимо обсуждения курсов Excel, мы с вами должны еще заглянуть в личный кабинет. В первую очередь, эта часть будет интересна тем слушателям, которые у нас еще не обучались и только думают о том, как у нас личный кабинет выглядит и как мы с личным кабинетом работаем. Личный кабинет у нас доступен на сайте Центра 24 часа в сутки, ну, за исключением тех моментов, когда наши инженеры в личном кабинете что-то чинят и меняют, там, возможно, бывает личный кабинет недоступен из-за технических, проведения технических работ на сайте, но такое случается, слава богу, редко. В личном кабинете вы получите доступ ко всем курсам, которые вы проходите в Центре, по всем материалам курсов и материалы, которые выкладывает преподаватель, у вас в личном кабинете обязательно будут. То есть в вашем личном кабинете вы можете пройти в наш с вами курс, да, он называется семинар, и посмотреть, какие материалы я выложил в доступ. Вот, пожалуйста, я выложил в общий доступ некоторые полезные ресурсы про Excel, список функций версии 2019 года, здесь список функций на русском и на английском, я считаю, что это крайне полезный материал и нужен практически всем и каждому, даже если вы никогда не пойдете на курс Excel, пусть у вас будут эти материалы. Ну и, конечно, всевозможные сочетания клавиш. Да, вот для Mac и для PC сочетания клавиш у нас разные. Ну и, естественно, будет разный пользовательский интерфейс. Все эти материалы вы можете себе скачать, загрузить и использовать в работе. То же самое с материалами по любому курсу, господа слушателей, да, записались вы на курс Excel 1, да, преподаватель перед занятием свои материалы в группу выложил, да, вот какие-то дополнительные материалы, если в процессе занятия необходимо выложить, да, вас преподаватель об этом предупредит, ну и, конечно же, преподаватель может писать вам сообщение, сообщение в личном кабинете, да, вы будете просматривать, получать, будете в курсе домашних заданий. Так что, пожалуйста, если вы планируете к нам записаться на курс, обязательно, да, записавшись на курс, выясните вопрос с личным кабинетом, да, подключитесь к нему, посмотрите, что там внутри, при необходимости, перед первым занятием, позвоните к нам на площадку нашим администраторам, если с личным кабинетом что-то не так, курсов вы, например, не видите, к которым подключены, которые вам предстоит проходить. Это, кстати говоря, не беда. Наши администраторы вам с удовольствием с личным кабинетом проблему решить любую помощь. Ну, возвращаясь к курсам Excel, да, должен сказать, что курсов у нас в центре специалист по этой замечательной программе не один, не два, не три, не четыре, не пять, а выстроена целая линейка курсов. Вообще говоря, все ли они необходимы, так уж, пользователю? Ну, на самом деле, да, вот как преподаватель курсов Excel, я, конечно, говорю, что да, обязательно, все они необходимы. Но на самом деле обычно пользователь отталкивается от своих потребностей. Вот возник у человека вопрос, например, требуется вам как следует изучить, дайте подумать, сводные таблицы. Ну, на работе потребовалось, да, на работе потребовалось. Приходите к нам на курс Excel 2, да, в этом случае вы должны прийти на курс Excel 2 и отзаниматься. Преподаватель вам на курсе Excel 2 с удовольствием расскажет, как устроены сводные таблицы, а не только это. Но обратите внимание, господа слушатели, что прохождение курсов для пользователей опытных требует подготовки определенной. Поэтому очень часто перед тем, как проходить курсы 2, 3, 4 и 5, к нам слушатели приходят на курс уровень 1, на начальный, на базовый курс Excel. Здесь рассматриваются вопросы следующего плана. Смотрите, здесь рассматриваются вопросы интерфейса приложения, да, краткое знакомство с интерфейсом программы, что там нового появилось от версии к версии. Здесь вы узнаете, как организуется вычисление в программе Excel. Если относительные и абсолютные ссылки рассматриваются именно здесь, и изучая курс Excel 1, обязательно нужно разобраться с этим вопросом для себя качественно и хорошо. Здесь вы можете выяснить, как выполняются процедуры построения графиков и диаграмм, сортировки и фильтрации данных, какие новые возможности появились в приложении для обработки табличных данных. Да, вот эти вопросы рассматриваются на курсе. Ну, а после того, как материал вот этого курса, который на самом деле пользователю, который работает в программе, уже знаком или частично знаком, да, будет отработан, да так, что вы без напряжения можете повторять наше задание, естественно, можно с чистой совестью переходить к модулю курсу Excel уровень 2 расширенной возможности. На этом курсе внимание уделяется следующим вопросам. Больше внимания применению встроенных функций Excel, больше внимания работы с большими табличными массивами, и, конечно, здесь рассматриваются такие инструменты, как сводные таблицы, как промежуточные итоги, как инструменты работы со структурой. Если все это требуется знать, приходите к нам на курс уровень 1, уровень 2. Почему нужно пройти уровень 1? Для того, чтобы вы не испытывали ненужных затруднений в том материале, на который уже должны опираться здесь, проходя обучение на курсе расширенной возможности. Этот курс, кстати, Microsoft сертифицирован, да, Microsoft знает, что у нас есть такой симпатичный курс, да, вот он, видите, код курса. И можно сказать, что, да, пройдя такой курс, да, вы действительно умеете работать в программе. Ну, а дальнейшее развитие, да, дальнейшее развитие навыков, ну, оно, естественно, зависит от потребностей. Все зависит от того, какие задачи перед вами стоят и нужно ли, да, нужно ли их решать. У нас есть отличные курсы по анализу и визуализации данных. Они, кстати говоря, идут, так сказать, неподряд. Так, Илья спрашивает нас что-то, имеются небольшие задержки по звуку, будет ли запись данного вебинара? Ну, конечно, будет, естественно, я ее включил. Давайте, Илья, я, знаете, что сделаю, попробую камеру у себя отключить, может быть, это снизит нагрузку на трафик, ладно, может быть, пойдет лучше. Окей. Итак, внимание, друзья, значит, как у нас выглядят курсы про анализ данных в программе? Пожалуйста, это уровень 3. Курс называется «Анализ визуализации данных». Вот основные темы, да, здесь дополнительные возможности по работе с диаграммами рассматриваются. Рассматриваются инструментарии прогнозирования данных и вариативного анализа, что если, когда программа Excel определенные параметры варьирует и оценивает. Так сказать, устойчивость модели. Ну и отличный, смотрите, курс у нас есть «Бизнес-аналитика» уровень 6 с использованием средств PowerPilot, Power Query и 3D Map. Ну, 3D Map это ладно, да, это визуализация данных на географической карте, дело это простое, относительно легкое. А вот связка PowerPilot и Power Query, да, это значительный успех. Вот PowerPilot и Power Query – это надстройки, дополнительные модули к программе, которые можно легко подключить и использовать для сбора, подготовки, анализа данных, ну, с целью в дальнейшем обработать эти данные в программе Excel. Вот такие у нас есть отличные курсы по анализу данных. В принципе, если перед вами стоит такая вот задача, да, данные анализировать, пожалуйста, приходите к нам на курсы уровень 3, ну и, соответственно, уровень 6. Ну, а если требуется, как их подключить к версии 2013, слушайте, через параметры, через параметры их можно подключить к версии 2013. Там для какой-то версии нужно было загружать их, да, а по-моему, с 2013 как раз можно подключить. PowerPilot только настройка. Ах, вот оно что. В этом случае вы должны загрузить файл этих настройок с микрософтовского сайта, да. Да, это, значит, в 16-м и 19-м полностью все подключено. Но PowerPilot тоже симпатичная настройка, да. Так, макросы. Макросы – это уровень 4 и уровень 5, господи слушатели. Внимание. Если требуется вам со свистом и грохотом с макросами работать, да, то есть у вас возникает необходимость автоматизации решения задач, которые вы выполняете рутинно. Автоматизация решения задач, которые вы выполняете рутинно. Рутинно. Что значит рутинно? Каждый день сотрудника нужно обработать много-много таблиц. Действия там в этих таблицах совершенно простые, не веном Ньютона, но таблиц просто много, да. И вот человек сидит с утра, загружает эти данные из какой-нибудь программы экономической, да, из учетной, из ДНС, там откуда-нибудь еще. Да, и благополучно, что делает? До обеда с этими данными возится. А работа совершенно неинтеллектуальная. То есть головой думать некуда, там кнопки нажимать надо. Вот если стоит перед вами такая задача, пожалуйста, можно автоматизировать выполнение таких рутинных операций. Для этого, конечно, для автоматизации рутинных операций требуется немножечко, вот прям немножечко уметь программировать. Программировать требуется уметь на VBA, это Windows Basic для майкрософских аппликаций, для майкрософских приложений. И, соответственно, VBA сам по себе достаточно простой язык и достаточно легок в освоении, в том числе и непрофессионалами. Почему нужно уметь программировать? Видите, у нас же есть тут такая вот пункт, автоматическая запись макроса. Увидели? Почему нельзя записать эти действия из-под интерфейса? А они не сработают, как правильно. Если вы более-менее какие-то сложные операции записываете себе в макрос, то, как правило, такой макрос обязательно требует отладки. Обязательно требует отладки. Соответственно, причины использования макросов приведены вот на этом слайде. Автоматизация и повторяемость действий. То есть есть у сотрудника задачи, которые нужно автоматизировать, они повторяются часто. И требуется их выполнять в таких, в общем, товарных количествах. Необходимо обязательно расширить возможности взаимодействия программ-использователям. Требуются какие-то кнопки добавлять в экранные формы. На эти кнопки какие-то действия добавлять. Ну и взаимодействие приложений Office. Если требуется изменить взаимодействие приложений Office, добавить новые возможности. Для этого, вот, пожалуйста, использование средств Visual Basic полезно. Код Visual Basic будет у вас выполняться, естественно, в среде Excel. Естественно, в среде Excel. Ну а программу на ВБА вы пишете прямо в файле конкретного документа. Углубленное программирование на ВБА. Обычно слушатели, которые приходят к нам на уровень 4, впоследствии берут и уровень 5. Да, они проходят еще вопросы, да, уже несколько более специфические, да. Локальные, глобальные переменные ВБА, работа с массивами. Без этого, конечно, невозможно создание полноценной работы с надстройками Excel. Но если это требуется, то, пожалуйста, обязательно к нам записывай. Наши опытные преподаватели вам с удовольствием все расскажут. В том числе и в таком вот дистанционном режиме. Чуть-чуть подробнее расскажу про возможности надстроек Power Query. Да, Power Pivot. Power Query предназначен для подключения к внешним источникам данных. По-новому, по-клевому. В принципе, в программе Excel много инструментов для подключения к внешним источникам данных, для импорта данных. Если сегодня останется время, попробуем что-нибудь простенькое с вами. Но в Power Query просто это более мощное средство, более удобный инструмент для работы с внешними источниками данных. Очень удобно объединять данные в подключенных источниках. Очень удобно организовывать операции с данными. Для этого используется отдельный язык M. Этот язык довольно легок в освоении. По одной простой причине, потому что он жутко похож на язык формул в программе Excel. Что самое ценное, те операции, которые вы записали на этом языке, предпоследующих подключения к источнику выполняются замечательно и автоматически. Ну а Power Pivot позволяет создавать данные, собирать данные из действительно здоровых таблиц. Как вы знаете, на листе программы Excel ограниченное количество строчек. 1 миллион 48 тысяч 576 всего на всего. Да, желающие могут проверить. Power Pivot позволяет нам действительно большие, действительно большие таблицы программы Excel подтягивать, объединять эти данные вместе, используя при этом отдельные поля таблиц, так называемые ключевые поля, традиционная модель данных, и на основе этого создавать отчет. То есть, в общем и в целом, принципиально, да, схема работы с данными как-то так у нас выглядит. Да, Power Pivot это скорее хранение больших объемов данных, а Power Query это сбор и использование вот этого простого языка, да, языка M. У меня построение отчета. Много в центре специалист, целых два я считаю много, интересных курсов по использованию Power Query и встроенного языка DAX для обработки таких данных. Приходите к нам на курсы, изучайте работу с данными, с большими таблицами на новом уровне. На следующем слайде приведена базовая схема курсов для пользователей персонального компьютера. Здесь есть у нас, конечно же, и курсы пользовательские, курсы Excel. В принципе, можно подобрать себе, так сказать, траекторию движения, да, которая будет вас максимально устраивать, да, вот начать курс уровень 1, продолжить на уровне 2, а дальше углубиться либо в анализ, либо уже в автоматизацию данных, да, и использование вот таких вот надстроек в программе, таких как Power Pivot и Power Query. Отдельно, отдельно, господа слушатели, у нас есть небольшие, небольшие, прям сказать, очень небольшие курсы для пользователей, посмотрите. Office 365, то есть если у вас дома или на работе установлена версия Office 365, то, пожалуйста, да, подумайте, да, может быть, какие-то дополнительные возможности, необходимые вам для работы, вы не используете. На курсах по Excel мы традиционно рассматриваем две последние версии. Сейчас это 2019 Office, 2016, да, рассматриваются версии Excel, естественно, для Windows. Поэтому, конечно, пользователи, у которых установлен Excel на Mac, да, немножко испытывают определенный, я бы сказал, дискомфорт. Да, им труднее на наших курсах, ну, что ж поделать, нет у нас курсов отдельных, вот, чтобы изучали мы именно те версии, которые на Mac подписаны. Да, вот, а то по Office 365 есть. Приходите к нам на Office 365, если это вас заинтересовало. Ну, не обязательно уж прямо для очень больших таблиц, смотрите, да, вот у нас PowerPivot и маленькие таблицы справляются, какая разница? Если нужно просто, смотрите, стоит задача, да, у вас есть несколько документов разрозненных, ну, просто несколько рабочих книг. И вам нужно собрать, Елена, из этих книг целую табличку, сводную таблицу. Вот если у вас большая таблица, но одна, из нее легко можно сделать сводную таблицу. А из нескольких таблиц, да, приходится применять настройку, потому что эти таблицы должны быть обязательно связаны, то есть нужно задать модель данных. Вот как раз революционная модель для этого. Так, господа слушатели. Ну, Power Query тоже, в общем-то, но немножко по-другому. Конечно, эти две настройки лучше применять в связке, да, потому что там, Power Query, он чем силен? Вот этим вот языком, которым вы описываете операции. Вообще, я как-то думаю, что лучше бы, лучше бы для таких вопросов использовать уж сразу, да, вот Microsoft Power BI Desktop, да, вот если уж, да, требуется вот такой вот бизнес-анализ, проводить, да, вот у Microsoft есть хорошее. Так, Елена спрашивает, без шестого можно ли идти на седьмой? Нет, лучше шестой, наверное, сначала начать, потому что давайте с вами посмотрим. Скорее всего, шестой уровень у нас стоит, смотрите, в подготовке. Хотя, вообще говоря, смотрите, вот восьмой можно после шестого, а седьмой, видите, нельзя. Обязательно нужно шестой. Согласно нашим схемам, вообще у нас на сайте есть в любом разделе, да, вот в любом курсе есть раздел «Базовая подготовка». Да, я не вынес этого на слайде. Вот если возникает вопрос такой, всегда можно посмотреть. Так, ну и застрял, конечно, да. Так, давайте с вами посмотрим, где у нас тут наш курс Excel. Так, и посмотрим, что у нас есть. Так, курсы, вебинары. Так, без шестого на седьмой. Так, ну давайте посмотрим, где у нас курс уровня 7-то. Что-то не видно у нас, да, бизнес-аналитика. Так, расписание. Так, вот он наш уровень 7. Так, 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 предварительная подготовка. Предлагают обязательно 3-й. Ну и да, видите, успешное, так, успешное окончание курса Microsoft Excel уровень 6 является желательным. То есть, знаете, как я бы вам предложил, да, действительно пройти сначала, Елена, бесплатное тестирование. Бесплатное тестирование. Вот же у нас есть замечательная ссылочка. Да, если тест будет вами пройден, то можно смело приступать. То есть, логика простая. Наш слушатель не должен испытывать затруднений в уже тех вопросах, которые на курсе не рассматриваются. Потому что, естественно, мы, например, не можем на, не знаю, на уровне 3 снова здорово обсуждать типы ссылок. Да, тот материал, который обсуждается на курсах Excel 1 и, кстати, сказать Excel 2. Так, в 13-м не грузится PowerPivot. Ну, что я могу сказать? Если вы записываетесь к нам на курс, да, вот скажите обязательно об этом. Наши предоставят вам через RDP доступ к машине с 19-м офисом. Ну, это вот одно из, одно из решений. Может быть, они уже закончили поддержку 13-го офиса, вот такую полноценную. В принципе, немножко просто медленновато получается, да, потому что вам нужно будет и вебинар слушать, и по машине, да, вот удаленно получать доступ к компьютеру центра, где вы, собственно, и будете работать в Excel. Но вот такая возможность есть. Так, господин слушателям, есть ли какие-то у нас вопросы по поводу обучения? Да. И в принципе, все. Спасибо. 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 Нет вопросов? Нет вопросов. Мы сможем по списку еще раз проверить. К нам подключился Дмитрий Линник. Так, Елена Владимировна Шитик. Мне кажется, мы вас отмечали уже. Сейчас проверим. Так, Кибакин Михаил Викторович. Здравствуйте, Михаил Викторович. Да, я здесь. Да, так, сейчас мы вас будем отмечать в списке. Так. Так, есть наш опыт. Большой у нас список. Так, Марина, Марина. Так, господин слушатели. Есть ли еще вопросы по нашим курсам по Excel? Да, 13-й. То есть уже, конечно, у нас старовато. Так, нет вопросов. Ну, у нас осталось, давайте посмотрим, пять минут до завершения, до официального завершения времени вебинара. Давайте посмотрим примеры, да, о том, что можно, что нужно, да, уметь в программе Excel выполнять. Да, какие-то полезные, симпатичные, небольшие примеры, да, я для вас подготовил. Так, осталось их только найти. Так, ага, вот же, Женя. Так, давайте с вами посмотрим. Ну, в первую очередь, да, что хотелось бы сказать, да, в первую очередь хотелось бы коснуться вычислений, ну, причем таких, в общем, достаточно простых, но мы с вами будем использовать данные из внешних источников. Итак, внимание, друзья, да, примеры таблиц, которые, примеры заданий с реальных занятий на курсах. Итак, здесь у нас имеется небольшая относительно по размеру табличка, вот совсем, я бы сказал, маленькая. Здесь нужно нам вычислить цену за штуку в рублях, однако требуется нам получить откуда-нибудь курс. Давайте попробуем подтянуть внешние данные, посмотрим, как это сработает сегодня. Итак, внимание на экран, я использую вкладку данные, ну и данные, естественно, будем загружать из интернета. Другого источника у меня просто под рукой для вас нет. Да, я выбрал им получение внешних данных из интернета. Курс будем брать, ну, я не знаю, давайте прямо из Центробанка, что ли, жалко, что ли. Да, так, Кукис используется, конечно. И вот со странички вот такой вот с ключевыми индикаторами, да, вот смотрите, сайт ЦБР, руки, индикаторс, да, мы можем запросто получить, да, показатели курсов. Так, нет экрана, так, бывает такое, к сожалению, у господослушателя. Давайте заново. Итак, внимание на экран, внимание на экран. Давайте попробуем еще раз. Я на вкладке данные из интернета пытаюсь второй раз уже установить подключение с внешним источником данных. Выбираем сайт Центробанка и переходим на страничку, где все показатели, смотрите, да, целевые показатели инфляции, ключевая ставка. И, кстати, курсы валют, доллары и евро на вчера и на сегодня. Ну, давайте мы, что ли, импортируем эти данные на новый лист. Так, отлично. Вот они у нас на новом листе. Сегодня, насколько я могу судить, данные вот по доллару США вот такие. Это вчерашние показатели, да, вот смотрите, 69, 12, 84. Ну, вот эти данные мы с вами будем использовать в расчете. Да, для того, чтобы их легче подтянуть в таблицу, я, пожалуй, даже присвою этим, этой ячейке имя. Давайте я присвою эти ячейки имя самым простым и надежным способом. Просто обзову эту ячейку здесь. Так, ячейка будет называться доллар. Давайте вот как-нибудь так сделаем. Ну, и дальше при расчете цены на листе 1. Так, давайте лист, как мы тоже обзовем, да, напишем, что это курс, да, что это важный лист, чтобы его никто не трогал. Ну, и цвет ему поставим, яручка, и скроем его заодно, да, пусть он нам не мешает. Теперь я в любой момент могу обновить подключение к внешним данным. Вот здесь на вкладке данные с помощью обновить все, да, и курс у меня на этом, скажем, там листе тоже, естественно, будет актуален. Так, цена за штуку. Цена за штуку в условных единицах умножить на что? На имя ячейки, на имя доллар. В данном контексте имя ячейки полностью у нас заменяет абсолютную ссылку на наш вот этот вот скрытый лист. Ну, и дальше нам остается посчитать только стоимость брака. Три штуки умножить на цену за штуку. И стоимость партии, да, количество умножить на цену за штуку минус стоимость брака плюс стоимость доставки. Ну, в такой таблице я, естественно, выполняю автозаполнение двойным щелчком для того, чтобы сэкономить время. Ну, примерно так. Можно очень легко подтянуть данные из внешних источников. Да, и не только из сайтов интернет. Да, у нас, естественно, рассматривается и импорт из текстового файла, и импорт из баз данных. И создание запросов. И не только с помощью вкладки данные, но и с помощью инструментов для бизнес-анализа. В новых версиях программы Excel появились у нас дополнительные инструменты для применения уже знакомых функций. Господа слушатели, например, к таким относится быстрый анализ таблиц. Давайте применим с помощью быстрого анализа таблиц какие-нибудь простые правила условного форматирования. Дело это действительно секундное. Вот у меня на слайде просто две небольшие таблички. Их даже таблицей-то назвать язык не поворачивается, господа слушатели. Так, мелочь. С данными. Допустим, я хочу посчитать по этим таблицам какие-нибудь итоги. Давайте посчитаем итоги. Например, сумму. Я это делаю с помощью быстрого анализа таблиц. Ну и с помощью набора значков выясним, а какие у нас комплекты. Какие у нас комплекты приносят нам больше денег. Сколько комплектов мы реализуем. Смотрите, я вижу, что у меня в лидерах комплекты 3, 4, 8 и 9. Неплохо также реализуются комплекты 10 и 11. Вот так мы можем получить доступ к условному форматированию запросто, в легкую, для того, чтобы наши с вами таблицы стали более наглядными. У нас есть такой новый инструмент относительно. Ну, правда, появился он в 13-м версии. Называть его новым все-таки, наверное, уже нельзя, конечно. Да, быстрый анализ таблиц. Так, для того, чтобы выяснить, как у нас идут дела с продажей комплектов, я, пожалуй, знаете, что еще сделаю? Построю диаграмму Паретта. Дело это тоже секундное. Анализ Паретта мы можем с вами провести запросто, потому что эта диаграмма находится в списке рекомендуемых диаграмм. Вот я построю диаграмму Паретта. Ну и давайте по правилу Паретта попробуем провести этот самый анализ. То есть, да, правило Паретта гласит, да, что 20%, так сказать, да, 20% работы приносят на 80% денег. Ну, вот мы легко, вот так вот графически выяснили, от каких комплектов реализации можно отказываться. Вот так приводится в программе Excel анализ Паретта. Ну, ABC-анализ, конечно, в программе Excel так быстро не проведешь, но тоже можно. А анализ Паретта, вот, пожалуйста, симпатично. Для ABC-анализ там настраивать надо. Также хотел вам продемонстрировать сегодня, да, вот мы с вами так вот, да, так, хотел вам продемонстрировать сегодня следующий момент, да, как бы диазмить, если мы строим графики по таблицам, которые продолжаются. Итак, у пользователя существует какая-то таблица. Мы используем диаграмму, да, вот диаграмму построили, вот по данным нашей таблицы. Однако, мы знаем, что нам постоянно приходится добавлять в эту таблицу дополнительные записи. Как сделать так, чтобы эти категории появились у нас на диаграмме? Проще правильно, репы, господа слушатели. Предполагается отформатировать диапазон как таблицу. Секундочку, мне только нужно вот так вот заголовок демонтировать, да. Так, таблица у нас без заголовков, да. И вот теперь, как только я буду добавлять в мою таблицу дополнительные комплекты, можно это сделать в помчах заполнения? Да. Эти данные у нас тут же и появятся на диаграмме. Если требуется добавлять часто данные на ваши диаграммы, подумайте о применении таких вот замечательных таблиц. Этот материал обычно рассматривается у нас на курсе XL1 и, кстати, XL2. Ну и, наверное, я думаю, что на этом все. Приходите к нам на курсы XL. Чтобы освоить дополнительные возможности этой программы, в том числе возможности для бизнес-аналитики. Есть ли вопросы ко мне какие-то? Так, давайте проверим присутствующих еще раз. Да, всех ли мы отметили? Назвались ли вы все? Так, если вопрос к преподавателю нет, то что я могу, наверное, отключаться? Так, слушатели будут думать. В первую очередь обращайте внимание на предварительную подготовку. Лада. Да, то есть если вы присмотрели себе курс, да, вы уверены, что он вам поможет. На сайте центра посмотрите в раздел «Предварительная подготовка». Ну вот как мы делали это сегодня. Да, и загляните сразу же вот в тот курс, который нужно обязательно пройти для того, чтобы иметь возможность успешно заниматься. Да, посмотрите. Вот эти темы, да, в принципе, да, уверен, что даже если какая-то часть материала вами уже пройдена, то, конечно, известно вам все равно посещение этого курса будет крайне полезно, потому что у нас на курсе и горячие клавиши рассматриваются, и другие вот приемы работы, такие вот веселые острововые. Так, надо отметить нам слушателей. Так, сейчас мы вас отметим, Зоя. Да, отлично, отлично. Есть пробелы в графиках. Ладно, а что значит пробелы в графиках? Вам нужны какие-то особенные диаграммы, типа там водопад или еще что-нибудь? Ладно, можно включать микрофон, я думаю. Нет. Или нужны какие-то... А, так, нигде не используйте графики, только сводные таблицы. Так, понятно. Ну, я все-таки рекомендовал бы вот эту функциональность разобрать, потому что, ну, полезная штука построения графиков именно для процесса анализа данных. Сводные таблицы – это хорошо, да, мы данные получили, агрегированные показатели, а визуализировать это все красиво, да, тоже бывает нужно. Поэтому приходите к нам на курсы XL1, XL2. Попробуйте, попробуйте. Так, господа слушатели, всех ли мы отметили в списке присутствующих? А то будет обидно, вот мы с вами занимались-занимались, а в списке я вас отметить не смог. Так, давайте я еще раз пробегусь. Так, Яковлева, ЛА. Так, сейчас мы вас отметим, Лада Анатольевна. Да, все, я вас отметил. Да, все отлично. То есть внешний вид курсов у нас вот следующий, да, вот курсы 1 и 2 делают упор в основном на вычисления, на такую классическую функциональность, но и уже на операции с данными, вот такие вот как сводные таблицы. Отдельная есть линейка курсов по анализу данных, да, вот видите, с использованием PowerPivot, используем PowerQuery и других настройок. Ну и отдельная линейка курсов, естественно, по автоматизации деятельности программы. Так, господа слушатели, поскольку вопросов от вас не поступает, я думаю, что можно что делать? Закругляться. Закругляться. Приходите к нам учиться, и не только на курсы Excel. Главное сформировать потребность в обучении, связаться с нашими менеджерами, но и они вам помогут выбрать курс. Да, почитайте обязательно на сайте, ознакомьтесь с учебной программой. Так, господа слушатели, ну что, я думаю, что можно отключаться. До новых встреч. Приходите к нам в центр учиться, чтобы все знать и всем владеть. До свидания. Продолжение следует...